МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. На контроле у губернатора Геннадь Соловей сегодня выслухал свороты насельництва подчас особистого приема и промой телефонной линии. Подарунок до Дня Незалежности у агроградку Камунар Будакашалевского района открыли обновленный Палац культуры. Харчовая безпека. На полях региона идет уборка трав другого укосу. А зараза б гэты меньшим, больш подробязна. Житевая ситуация, из яких складана самостойно знайсти выезде. Сегодня старшиня Гомельского облывы конкама Геннадь Соловей выслухал свороты жихару региона. Узнятое питанье тычылися самых разных сфер. У лику инших гучали просьбы, допомогчи у вращенні жильевых питаньев, вырешить проблему с прокладкой коммуникаций, зарегистровать нерухомость. Марина Джалая с подробязностями. Задараются ситуации, подобные на замкненное коло, и, чтобы их разобраться, у властных сил и опыта недостатково. А так назовем первые инстанции, допомогчи не могут, не хапая администрационного ресурса. Те, например, законодавство изменилось, и сегодня немогчимо вырешить тое, что еще вчера можно было с легкостью. Со своей складанной житевой задачей до Геннадия Соловя пришли муж и женка Патылкины. После смерти Свояшки ему спадщину достався дом с участком. Причем нерухомость не была в свой час зарегистрованная, и зараз ее складана скористаться. Старшиня Аблвы Конкама доручил за два тыдни разобраться с проблемой. Мы не можем уже четыре года, прошли все инстанции, никак оформить. Попали к губернатору на прием. В присутствии его мы все рассказали. Он нас заверил, что все сделаем, и все будет в порядке. У на первый погляд тупиковую ситуацию трапили и жихары микрорайона Костюковка. На новой улице, которая будет складаться с 12 домов, нема коммуникаций. Проблема у тем, что ее шириня не дозволяет прокласть их у ответственности с законодавством. Проект просто не пройдет экспертизу у Минску. В 2016 году нам были выданы земельные участки под строительство частного дома. Но, к сожалению, на сегодняшний день нет никаких коммуникаций, в том числе и свет. Поэтому хотели поднять вопрос. Варианты выезда все же таки знайшлися. На обмеркованиях этого питания Кинет Соловей выделил так само 14 джон. Соберется совещание с участием всех заинтересованных. И если не будет проблем со стороны работников МЧС, то я думаю, что дом будет зарегистрирован. Но уже вторая часть вопроса, перевод его в нежилую, я сейчас не готов обсуждать. Из-за чего вообще возникло? Можно в двух словах? В связи с тем, что дом не зарегистрирован. К сожалению, это достаточно частая ситуация, которая складывается в первую очередь в сельских населенных пунктах, хотя и в нашем городе таких строений достаточно. Всягое подчас особистого приема и прямой телефонной линии до Геннадия Соловья завернулися 16 человек. Усе питания, на яке немогчимо было отказать на место, взятые на контроль. Решения по их будут приняты в самый ближайший час. Марина Джала, Евген Макенко, телерадио компании «Гомель». Протягиваем выпуск. Тема ремонта Палаца культуры у Агроградку «Камунар» Будакашалевского района до недавнего часа была одной из самых злободенных. Назва установы гучала на всех узровнях, а в решение вопроса про ее льо спильно контролировали улады. Нарешті в этой справе можно окончательно поставить кропку «Одновленный будинок начинает новое житие». Под обязанностей в наступном репортаже. Палац культуры у «Камунара» во всех сенсах центр Агроградка. Тут не только сконцентровано культурное житие. Установа змешая сельский совет, паштовое отделение, спортивную залу. Будинок палаца узвели ясше у 70-е годы минулого стагодзя. У ней кича стала видовочна, необходная реконструкция. Шарах причин не дозволял зарабить гэта оперативна. Капитальный ремонт не одноразово адновлявся и спынявся. Дзякуючи финансовой патрымце, у особливости сбоку областного керавництва, будовничая работа довели до финалу. Урачистая открытсё адновленного Палаца культуры стала падзей для жахароу «Камунара». Это объект важный, объект нужный и объект долгожданный для населения. Очень важное событие и приятно, что оно проходит в преддверии очень важного и значимого праздника для нашей страны Дня независимости. Палацу «Камунара» – одна из лепших установ культуры в районе. На его рахунку – поспехи и перемоги мастацких коллективов и выхованцев. При этом его деятельность никогда не испынялась. Даже под час реконструкции, литерально в спартанских умовах. Сертификат на 300 тысяч рублей, а дабыл выконками, которые подарили под час урачистого открытия, стимул не испыняться на достигнутом. Ремонт удыхнул в доме новое житё. Капитальный ремонт начался в 2019 году. За время ремонта было поменено вся кровля здания, вся теплотрасса, вся электропроводка. Был произведён полный капитальный ремонт здания. Реконструкция Палаца культуры у «Камунары» – лепший подарунок его же харам на передо дни Дня незалежности. Кировництво установы упъянуло. Насельництво агрогородка не будет расшарована. Миколай Скинтьян, Валера Гапанько, Телерадо и компания «Гомель». Сегодня отбулось очерковое посаджение областной комиссии по выборах президента Республики Беларусь. Разгледжено 8 пытаний, 7 з яких об установлении колькости выборщиков, які отдали свои подписи у патрымку претендентов на вылучение у кандыдаты на президентскую посаду. Этап сбора подписов, нагадаем, завершился 19 червеня. Наступные 10 дзен территориальные комиссии проверяли их соправдность. После протоколы и акты передавались у областную комиссию. Таким чином, вызначена колькость достоверных подписов, собранных на территории Гомельщины. За дзеючага керавника державы свои подписы поставили 319 501 человек. На другим месце Светлана Тихановская. Я ее подтримали 15 485 жихару региона. На третьем месце Виктор Бабарыка. Яго выник 11 581 подпис. Крыхуменши трымал Сергей Черачень. 10 087. За Андрея Дмитриева свои подписы поставили 8 871 человек. За Валерия Цепкалу 4 693. А за Ганну Конопадскую 2868 человек. В настоящее время пройден очередной этап избирательной кампании. В соответствии с установленным календарным планом проведения выборов. Территориальными комиссиями проверены подписи, поданные избирателями в поддержку движения кандидатов. Обращений или каких-либо жалоб, поступивших в областную избирательную комиссию, не имеется. До иных тем. У сельской господарцы вся увага зараз на рыхтовцы кормов. После уборки трав первого укоса аграры активно приступили до другого. Гетои работы в регионе выполнены на третьей части площадей. Надо успевать быстро это все делать. Чтоб масса была не сухая и не влажная. Травянистые кормы в рационе буйной рогатой живелы повинны складать каля 30-40%. И каля основа любого меню на ферме, гэта у основным кукурузный силос и цукор, что у им смещается, травы гэта у першую чаргу белок. Сверху трава сухая, на корне именно снизу сыроватая зеленая. То есть перемешку это идет, получится отличный корм. Тимофея, Кубковка, Канюшина сдавалась апцалкам сабе традиционный набор. Однако, калі их смешать і высадзіць на адным участку, як у гэтаї господарцы отрымліваецца унікальны вітамінно-бялковы микс. Серэдній укос – до 600 тонн зеленой масы у дзень. Скошенную траву адвозіць у сховіщи. Сянажная траншея важна не просто заполніць, а яшчай як слєд утрамбаваць. Задача – максимально вытіснуць кислород. Адну яму формируець каля трох суток. К тому трактор не спыняється навод ночі. Якщо зробити неправильно, то попадуть ввоздух, бактерії, і буде качество корму ухудшиться. Нормальне качество трох сутки – це якщо на машині можна проїхати, на яму, наверх заїхати, то це качество вважається. Все лето на рифтовку корму на паудневому сході країны почали некальки поздній. Ваханні температур весной, отсутність вільхоти провели до пошкодження і навод подмерзання трав. Потім ситуація враўновалася, потеплела і од новой зелёной масы стали отримлювать необхідную ураджайність. У гэтай дні на полях уся техніка господарок – комбайны, тракторы, косілки, грузовіки. Полноценна заготовка качественного кормов выліцца в паследующем в молоко, каторе хозяйство района і також область зарабатують себе денежные средства. За пошнія три годы обйом шматгадовых трав у галіній стотно повялічаны. Калю 2017-м у структуры пасявных площав їх було 90 тисяч гектаров, зараз – 125 тисяч. Таким чыном у регіони, што год нарощуюць по 10% площав і максимально збалансовуюць кормовую базу жывёл, повеличивши долю сенажу і некалькі знізивши абйомы сіласу. Некалькі місяццаў в аумовах распавсюджування інфікційных захворванняў унеслі корыктивы ў роботу поліклінік. Нагрузка на їх прыкметна узрасла. І гэта прымусіла задумацца аб дадатковых мерах па абароні медперсоналу. Так, частка поліклінік закупили нове абсталявання для очистки поветра у помешканніх. У выніку дезінфекція калідору і кабінету у прийому пацієнтів стала більш ефіктивной. Отповідно, поліклінікі стали бяспечні. Некоторые установы поширили макчымости онлайн-медицины, укранили виртуальную регістратуру і об'яднали своїх спеціалістів ў адзіну ліжбову сетку. Подробязності ў наступным матеріалям. Марина Уладимировна рассказыває, коли про паунюх одразу отправилась до уроча. КТ показав пневманію, а тест – наявність віруса. Жанчину шпіталізавалі, а коли третій тест оказався адмовным, дозволіли далячіться дома. Здоров'я Марина Уладимировна на контролі Жанеты Хомченка, уроча агульной практики. У медицині 11 гадов, у своєм каліктыві – у ліку лепшых. Дапраця у новых умовах, признаецца, привыкла худка. Ізміна костюма кожныя 4 гадзіны – ўжо традиційный ритуал. Добры доктор кажа, гэта не толькі веды і вопыт, але і чоловічы падыход. Тоболь, што цяпер, акрамя профільной, доводіцца аказываць і моральну допамогу, каб знизіць ў пэціэнта градус хвалявання. Даречі, у зоні обслуговування першої поліклініки Гомеля «Амаль» 50 тисяч чоловік. У новому режимі установа працює третій місяць. Потокі пацієнта розміжавані. Температурных прымаюць ў кабінеці з особним ухоходам. Одночасово у дві сміны працююць три доктора. Все, спасибо большое, до свидания. Антисептики і контроль температуры – давно агульне правило для усіх. Але тут ў профілактиці пайшлі далей. Закупілі рециркуляторы па ветра. Сирот відеоабслідування галоных – гэта рентген. Тут, до прикладу, два рентгенографічна кабінецы. Кожны прымая па 10 гадзін ў дзень робіць до 40 здымков. Утымліку на новым компьютерным рентгенаппараті. Ділаєм вдох, не дышім. Всьолітня ситуація, кажуть, у рачі поскорила інформатизацію аховы здоров'я. Так, спіси пацієнтів на домашній ізоляції акумулюються у електронному форматі у санстанції. Кожны день – нове епіддоследовання. Виртуальна база дадзінах обновляється што дня і розсілається по електронній поште у поліклініки на місцях. Махчимості АйТі об'єднали і працю медиків у особних медустановах. Врач в кабінеті імеє можливість записати на допалнітельне ісследовання. Тобто пацієнту не треба біжати в другий кабінет, щоб записатися на якось ісследовання. Врач відправляє виртуальне направлення, пацієнт приходить по времені і проходить обслідовання. Інлайн-регістратуру апошні гады поспіхово прижилися у многих поліклініках. Правда, новий метод взаємодійня з пацієнтами запотрабував і новой техніки. До приклади сюди і літеральне на днях поставили 15 нових комп'ютерів. Гэта допоможе систематизувати в'ядзення амбулаторній карты і віртуальним способом виконувати меры дистанційування. Павел Міхно, Ганна Ковалєва, телерадиокампанія «Гомель» при підтримці АТН. У Гомелі прайшло випускное свято моделів центра моды і при гажості «Хрустальная Німфа». Все літа мероприємства організували на открытій плясовці. Об вийніках навучального года і емоціях юних моделів доведалася наш корреспондент Ганна Коральчук. Дефіле, фотопозірування, цирюлінське мастацтво і візаж. Девять місяців вихованці центра проходили навучання по десяти дисциплінах. Усю гэта яны приміняць, виходячи на подеум. При гэтам головной мете установ із'являється гармонічне розвиттю особи. Развиттю не толькі знішній, але і внутріній при гажості. Основною целью нашого учреждення є статичне розвиття дітей і молодежі. Воспитання їх в красоті, гармонії, в етикі, моралі, в умені і видять прекрасне во всім його проявлений. І неспроста девізом нашого учреждення є такий красивий лозунг «Красота всегда в моді». Меняються вкуси, манера, але що-то, я уверена, остається незабливим. Це красота речі, красота мисли, красота таланта. В минулому годі «Хрустальна нимфа» відсвятковала 10-годовий юбилей. За цей час яна пройшла шлях от городської модельної студії до дікаційної установи обласного масштабу. Сьогодні тут займаються 120 моделей в возрасте от 5 до 25 годів. Яна діляння шуті таких значних падзіх, як конкурс «Маленькая прихожуння» і мисси «Мистер Гумельська в область». Стыдні моди у столицы і дизайнерські покази по всій країні. Було дуже багато мероприятий, дуже багато фотосесій в ОКЦ, в ГЦК, на всіх підіумах країни. Поучаствували на головних підіумах в Минскі, в Гумелі. Об'їздили вообще полстрани, ми участвуємо везде, встречаємо президента, встречаємо різних послів з різних країн. Тобто, саме складне, наверное, це було фішн-дей в Минскі. На самом деле, дуже було тяжко, тому що було дуже багато дітей. Ми дуже складно справлялися, але в результаті все дуже отлично. Ми просто були доволі цим всім. І, наверное, найбільше наші покази. У конці навчального року усі занятки перенесли на поветро. Тому і випускники вирішили організувати на плядців цикле центра. Батьки і собри прийшли підтримати юних моделів і оцінити їх навыки. Для гостей подрахтовали розыгрыши, фотозоны, выставу-продаж сувеніров і майстер-класси от стилистів. За настрой отказують діджей. Ганна Крайльчук, Яугин Макенка, телерадоокампанія «Гомель». Гэта і атак сама інші новіны, інформацію об проєктах телерадоокампанії «Гомель» ви можете знайсці на нашім сайті у інтернеті по адресі www.tvrgomel.by. На гэтым випуск завершено. Усяго доброго і до нових зустріч у ефірі. Де-факто на телеканалі «Беларусь-4» в студії Руслан Габрилєв. Здравствуйте. Стихія, яка затронула накануне «Гомель» і прилегаючі райони, не прошла бесследно. В місті наблюдається попадання грозових розрядів в дому і опори ліній електропередачі. В інтогі, які жителі частного сектора «Советського району» пожаловались на отключення телефонов в їх домах, а на уліці Богдана Хмельницкого, після удара молнією, в домі пропало електричество. На місце проїжиття приїхали роботники МЩС і скорая допомога. К счастью, пожара не произошло, никто не пострадал. Подача електроэнергії была восстановлена. В «Гомеле» вынесли приговор водителю за ДТП, в котором пострадал 16-летний подросток. Напомним, аварія произошла 29 сентября на автодороге «Пионер-Прибор-Урицкая». Нетрезвый 22-летний водитель на закруглении дороги не справился с управлением, выехав за пределы проезжей части и врезался в дерево, после чего автомобиль загорелся. Водителя и 16-летнего пассажира «Рено» госпитализировали в реанимацию. Суд признал молодого водителя виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы в условиях колонии и поселения. Милиция устанавливает личность мужчины, который мог быть участником конфликта между молодыми людьми. Инцидент случился в Гомеле 28 июня недалеко от остановки общественного транспорта «Крестьянская», расположенной вблизи дома номер 12 по проспекту Ленина. С одного из участников конфликта была сорвана золотая цепочка. Милиция предполагает, что к этому мог быть причастен человек, фото которого вы видите сейчас на своих экранах. У разыскиваемого на руках и ногах имеются татуировки. Полезную информацию просьба сообщить по телефону прямой линии 102. Погода благоволит отдыху, а в МЧС продолжается тактика специального учения по спасению утопающих. На этот раз такое мероприятие прошло в Речице на реке Днепр. По замыслу учений отдыхающему стало плохо прямо в воде и он начал тонуть. Работники МЧС устремились на помощь. Тактически отработали механизм спасения утопающего, закрепили знания и получили необходимые навыки. В ходе учений дополнительно было проверено оборудование и техника, необходимая для спасения тонущих людей. Это вся информация выпуска. Оставайтесь на Беларусь4. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Мужская команда гонбольного клуба Гомель провела сегодня первую после выхода из отпуска тренировку. Подготовку к новому сезону игроки начали под руководством нового тренерского штаба. Как мы уже сообщали ранее, возглавил команду Андрей Мочелов, ранее тренировавший дубль БГК. Ассистировать ему будет еще один специалист с Мешковским прошлым. Константин Тхаревский, будучи игроком, защищал цвета БГК. С 2015 года специалист тренировал детей в Гомельской из Дюшер номер 10. По словам Андрея Мочелова, задача у нового тренерского штаба Гомеля очевидная. Цели в первую очередь стоят быть лучше, чем в прошлом году, потому что команда опустилась, так скажем, не на свое место. Пока о потенциале своей новой команды главком судить не берется. Игры видел только в записи. В системе БГК Андрей Мочелов работал с дублем. В Гомеле основу коллектива также составляют молодые игроки. В подмогу им будут опытные исполнители. В Гомеле есть и опытные ребята, что дает определенный плюс. Потому что молодежь может расти только в работе с опытными мужиками, когда приходится каждую тренировку доказывать свою состоятельность. Поэтому в отличие от работы с БГК-2, где здесь все-таки будут присутствовать и несколько ребят опытных, на которых у меня есть своя определенная ставка, определенные к ним требования. И определенные надежды, в первую очередь, связанные с ним. Молодые игроки должны подтягиваться до их уровня и приносить тоже пользу в работе на результат. Команда сейчас в процессе комплектования. Руководство клуба ведет переговоры с потенциальными новичками. По словам Андрея Мочелова, более конкретно о составе на будущий сезон можно будет говорить к концу следующей недели. Между тем, главком подтвердил информацию о возможном переходе в ряды Гомеле Андрея Ященко, который минувший сезон провел в рядах французского Биера. Гонболист, напомню, ранее уже защищал цвета Гомеля и был главным снайпером команды. Мы ведем переговоры с Андреем. В принципе, все договоренности у нас уже сделаны. Осталось пройти медобследование. Если завтра после диспансера будет все в порядке у Андрея, то подписываем контракт, и Андрей проведет этот сезон вместе с нами. Накануне на заседании с полкомом Белорусской Федерации гонбола обсуждали регламент грядущего чемпионата страны. В сильнейшем дивизионе сыграют 8 команд, среди которых и Гомель. Игры первого тура запланированы на последние выходные августа. Начнется же гонбольный сезон для подопечных Андрея Мочилова 22 августа в Пинске с участием в перенесенном с весны финале четырех Кубка страны. Отмечу, что во втором по силе дивизионе чемпионата будет выступать и дубль Гомеля. Утвержденный регламент проведения женского гонбольного чемпионата страны за титул будут бороться 8 команд, в том числе и Гомель. Матчи первого тура ориентировочно пройдут с 5 по 9 сентября. Как и мужчины, наши девушки начнут сезон с участия в решающем этапе Кубка страны 2019-2020, который должен был пройти еще в мае. Сроки сместили из-за пандемии. Финал четырех состоится 29 и 30 августа в Жлобине. В Мозере состоялся четвертый заключительный тур регулярного этапа чемпионата Беларуси по пляжному футболу. Хозяева футболисты М-Сити провели три поединка. Обыграли Полесье и Скобрино и уступили Щучино и Гродно Облспорту. По итогам гладкого чемпионата Мазеряне заняли пятое предпоследнее место. В четвертьфинале М-Сити встретится с четвертой командой регулярки Щучино. Вторую пару четвертьфиналистов в составе Гродно Облспорта и Полесье. Победители этих пар в полуфинале ждут Кировская с Дюшор и Брест, занявшие по итогам регулярного этапа первое и второе места соответственно. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.